Борис спрашивает, Михаил, добрый вечер. Я расстался со своей женой, с которой прожил 35 лет. Узнала, что моя жена изменяла мне, потому что это было 20 лет назад. Просто неожиданно это все всплыло. Как с этим жить, теперь не знаю. Жизнь моя рухнула. Я совершенно не понимаю, я остался один. Она, конечно, рыдала и хотела остаться, но я не могу пережить это предательство. И мне кажется, что вся моя жизнь превратилась просто в ноль, в пустое место, в какой-то обман и в какие-то собственные бреди, в которые я верил и считал, что у нас идеальная семья. Как встать на ноги, как действительно начать жизнь с нуля, потому что я обнулился. Давайте все-таки встанем на ноги и начнем вот с таких простых вещей. Вы пытаетесь перечеркнуть всю свою жизнь из-за того, что жена вам изменила. Ну, обманывала и так далее. То, что у вас было хорошего с женой, это правда. Вам это не приснилось. Не отказывайтесь от этого. Те годы, когда вы были счастливы, это тоже правда. Это часть вашей жизни счастливая. Что произошло дальше? Дальше ваша жена, может быть, даже продолжая любить вас, сделала этот поступок, измену, не рассказала вам об этом, потому что, видимо, дрожила вашими отношениями и думала, что никогда об этом никто не узнает. То есть, говоря по-русски, жена отошла от вас и обратно вернулась к вам. Когда мы говорим про женщину, нам это немножко, так сказать, странновато. Ну, Россия вообще страна сексистская. Но когда мужчина вот так вот гуляет и возвращается, никакая женщина не говорит, что он притеркнул всю мою жизнь. Говорит, козлы они все, гулящие и так далее. Типа, некоторые даже с этим живут. Не собираются даже разводиться. Так вот, я вам хочу сказать, это больно, это тяжело. Но то, что было у вас с женой, это правда. И то, что было после измены, тоже правда. Знаете, если бы у нас сейчас было комсомольско-партийное собрание, мы бы сказали, жена отступилась, осознала и вообще разводиться не хотела, потому что, видимо, любит вас. Но с ней случилось то, что случается с людьми. Люди вообще, существа слабые. Так прямо в них быть уверенным очень тяжело. Потому что за счет своей слабости они, к сожалению, ну, как мы говорим, косячат. И вот вы, собственно, с этим и столкнулись. Поэтому это ваше, так сказать, право не прощать, разводиться и так далее. И единственное, вас прошу не перечеркивать, потому что это неправда. Все, что было хорошего, как ни странно, даже после измены, это правда было. Поступок вашей жены вы пережить не смогли. Это ваше право, что вы разводитесь. Но это не повод все начинать с нуля. Начните просто новую жизнь без жены, которой просто тупо не доверяете. Я вас понимаю. У вас будет другая жизнь, счастливая. Не перечеркивайте то, что было до этого. Марина, 33 года. Михаил, почти 6 лет работаю в государственной организации. Сказать, что работа надоела, это ничего не сказать. Активно переучиваюсь в сферу IT. Мечтаю работать на удаленке и уехать пожить в другую страну. Но боюсь начинать все с нуля, менять профессию. Боюсь, что не получится. Ко всему этому добавлять в текущие реалии и уговоры окружения из разряда сиди, где сидишь. И какая тебе сейчас новая работа. Боюсь, что всю жизнь так и просижу и ничего не смогу изменить в своей жизни и исполнить то, что хочу. Как побороть такие страхи и начать действовать? Слушайте, если вы ни за кого не отвечаете, и получится, получится, не получится, не получится, и страшного ничего нет. Если сейчас написали, Михаил, у меня маленькие дети, я очень хочу, я больше не могу, а вдруг не получится, я бы ваш страх понял. Сейчас мы говорим о том, что вы сидите на насиженном месте, которое, как вы говорите, это ничего не сказать, насколько оно вам не нравится. Вы что-то теряете, я не понял. Если вы уйдете и начнете работу, которая вам не принесет денег, то вы же в любом случае избавитесь от того, что вам неприятно. Согласно моим правилам, это вообще избавление, это как бы не типа вот и так, и так, да, тут у меня хотя бы деньги, а там я иду в неизвестность, нет. Второе правило говорит, не делай то, что не хочешь, а вы не хотите работать на этой работе. Второе правило не говорит, что не делай то, что не хочешь и получи кучу денег на другой работе. Там так не написано. Там вообще вам никто ничего не гарантирует. Там просто предлагают жить как вы хотите. Это единственный способ жить счастливо. А вы на это говорите. А если денег не будет? Может и не будет. Может быть айтишник из вас не получится. Это не единственная работа, но самое главное, это не повод терпеть то, что вы терпите. Потому что это называется психология избегания. Вы избегаете проблем. Из-за этого сидите на работе, которая вам не нравится. Как вы выражаете, это еще мягко сказано, да? Но я вам желаю, что у вас получилось на другой работе. Лариса спрашивает. Михаил, не могу решиться на развод. Муж пьет, недавно уволился с работы. Что вы советуете делать, чтобы обрести уверенность? Слушайте, это заптутый круг. Во-первых, я вам не могу советовать разводиться. Потому что это не мое собачье дело. Но если вы принимаете, давайте так абстрактно тогда поговорим. Если вы принимаете какое-то решение, и у вас есть какой-то страх, то сначала вы должны объяснить себе, что причина, по которой вы это решение не реализуете, это страх. Если вы хотите подняться над собой, повысить самооценку, стать уверенней, вы должны сделать то, что вы хотите. В этом суть моих правил. Именно делая то, что вы хотите, вы таким образом поднимаете самооценку и поднимаете уверенность в себе. Когда вы обслуживаете страхи, вы просто себя закапываете. Вот и все. Так что шире плечи, выше грудь. Ирина спрашивает. Михаил, как простить или просто забыть предательство нескольких человек? Потеряны любимые работы, планы пошли прахом. Забыть или простить? А зачем вам забывать или прощать, я не понимаю. Можете не прощать и не забывать. Вы можете быть разочарованы в них, вы можете с ними больше не общаться, отказаться от этих людей, потому что, как вы считаете, они вас предали. Но до тех пор, пока вы испытываете какие-то яркие негативные эмоции по отношению к ним, получается, что вы зависите от них. Вы слабее, чем они. Они вас, видимо, подставили, они вас предали. И сейчас, когда все закончилось, у вас в голове крутятся мысли, ну, типа, как они могли и так далее. Отпустите ситуацию. Не в смысле простите их или забудьте. А просто отпустите ситуацию. Оставьте себе только мысли о том, что эти люди вас разочаровали, как люди, по-человечески. И живите дальше. Не надо на них зацикливаться, на этих людях. Они-то уж не стоят, правда? Игорь спрашивает, Михаил, как поменять работу после 15 лет в одной компании? Есть ощущение, что никуда в нормальное место устроиться не получится. Вот Наталья, которая читает ваши вопросы. 30 лет работала на Эхо Москвы. Но как-то взяла себя в руки и поменяла работу. Тоже не очень тяжело было. Но живая и здоровая, как видите. У меня была жена, дай ей Бог здоровья, которая по профессии журналист. Она много лет назад, но жена даже меня старше на полгода, закончила журфак в МГУ. И всю жизнь работала журналистом. И когда мы приехали в Израиль, она, имея такой диплом, попала на очень такую престижную работу. Она стала работать в пиар-отделе самого крупного медицинского центра на Ближнем Востоке. Ну, это громко звучит пиар-отдел. Они выпускали рекламную продукцию, буклеты, проспекты. А и она занималась организацией выпуска на русском языке, пресс-службы и так далее. Все-таки, кто не в курсе, в Израиле государственный язык не русский. И вдруг, когда же мне было 37 лет, то есть она к тому времени так сильно, тоже, как вы, практически 15 лет отработала, журналистики в той или иной форме. В этой клинике, а эта клиника еще при университете, то есть этой клиникой и Иерусалимский университет все вместе, стали набирать медсестер. Ну, как набирать? Медсестра должна была иметь диплом хотя бы биолога или медсестры. Ну, и медсестра не в нашем понимании, не из медулища, а из университета. Операционная сестра, жена потом реанимации работала. Там другая квалификация, это как бы первая степень по медицине в университете, но это не врач, это медсестра. И вот в 37 лет, будучи вообще журналистом, и имея только одну возможность, Блад, попасть на кастинг, что ли, как это по-русски, чтобы только учиться на медсестру, за счет того, что она работала в пиар-отделе, была знакома с руководством клиники, ей разрешили сдать экзамены наравне с биологами, медиками и так далее. И она в 37 лет пошла учиться на медсестру. Какое-то второе образование, три года это обучение продолжалось на трех языках. А латынь, иврит и русский, и английский, русского там не было. И потом стала работать медсестрой, никогда об этом не жалела. Почему она это сделала? Потому что ей казалось, что ее профессия не имеет какого-то смысла, людям очень важно, чтобы то, что они делали, имело социальный смысл. То есть кому-то это было нужно. А вот медсестра, она думала, это прямо благородно. И вот она, собственно, в 40 лет только начала работать медсестрой. Вот так бывает в жизни. Я молчу про всякие смешные истории, как 98-летняя американка кончила какой-нибудь там американский университет или получила права на вождение машины. А вы же молодой, вы только 15 лет по другой специальнице работали. Анна спрашивает. Михаил, 23-го утром сказала мужу о разводе. Через 6 часов умер отец, я потеряна. Как справиться с этим состоянием? Давайте как-то отдельно. Вы сказали мужу о разводе, и пока эту тему закройте. Я не думаю, что вы завтра пойдете разводиться. Пока вам надо пережить смерть отца. Похороны, ваша боль. Все-таки это отец родной. Давайте решать проблемы в порядке поступления. Вы когда справитесь со своим горем, потом перейдете к разводу. Потому что развод, чисто технически, это может быть сложная процедура. Это дети, это имущество и так далее. Не берите на себя все сразу. Давайте сначала разберитесь со смертью отца, а потом перейдете к разводу. Вообще люди не должны брать на себя больше, чем они могут вынести. А многие, кстати, берут, и поэтому срываются на этом. Я хотела спрашивать. Михаил, как побороть страх и сделать первый шаг? Всю жизнь мешает. Правильный ответ. Сделать первый шаг, но это как бы странный ответ. Вы должны проговорить или написать на бумаге, как вам лучше, или вслух поговорить, собственно, чего вы боитесь. То есть вы имеете в голове какое-то неясное чувство страха за последствия вашего первого шага. А давайте сделаем его ясным и конкретным. Типа, если я сделаю то-то, то будут вот такие-то последствия. И вы все эти последствия, особенно самые неприятные, самые тяжелые, должны сами с собой проговорить. И такой у вас получается экспресс-психоанализ. Психоанализ ставится тем, что он на годы рассчитан, а вас за 5 минут. То есть вы что делаете? Вы из бессознательного страха достаете информацию и прикладываете ее в рациональное. И как бы вы тогда можете ее контролировать? Вы знаете, как вы будете себя вести, если будет такой сценарий, такой. И после этого сразу начинаете шагать. Без подписи. Михаил, муж потерял бизнес, теперь ищет новые варианты. 25 лет занимался бизнесом. Как его начать жизнь заново и найти свое предназначение? Никак. Это вас вообще не должно касаться. Это что за мама такая, которая говорит про мужа? Я вообще не люблю эти истории. Давайте я вам объясню свою позицию. Муж – это не ребенок. Но во многих семьях, как мотивировать мужа к работе? Как заставить мужа зарабатывать? Как сделать так, чтобы муж стал с постели и пошел? Вы путаете мужа с детьми. Я бы попрошенник детям поаккуратнее себя вел. Но муж пусть сам эти вопросы решает. Не надо его не вдохновлять, не пинать, не уговаривать. Это его жизнь. Я даже не знаю, что вам ответить. Правильный ответ – никак. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я из города Мышла. Спасибо, Александр. Продолжайте. Хотел рассказать свою историю по поводу того, как у меня получилось изменить свою жизнь в лучшую сторону. Пожалуйста, с удовольствием. В общем, достаточно длительное время я пребывал в браке и работал по найму. И находился в какой-то стабильной компании товарищей. И, в общем-то, длительное время ощущал отсутствие какого-то морального роста. И все изменилось, когда получилось переоценить окружение, в котором я нахожусь. Я встретил человека, девушку, условно, из моей головы, моей мечты. Прошел длительный период развода. В общем, без моральных травм нормально мы разошлись. И как важно для человека окружение. Это, как мне дедушка всегда, например, говорил, то, что хорошая женщина, она мотивирует мужчину на свершение каких-то героических поступков. И, собственно, как и в моем случае получилось, правильная женщина подсказала мне и по поводу моего окружения, открыла мне глаза и спровоцировала открыть свое предприятие, о котором я мечтал. И, в общем-то, все в жизни начало налаживаться. И я понял, что я очень много лет потратил... И вам помогло именно переосмысление своей жизни. Я правильно понял? Да. Поэтому не только жизни, но и в основном окружение. Да, вот хотелось донести то, что зачастую окружение очень сильно мешает нам развиваться. Надо обратить внимание на моральный посыл, который несут наши близкие и друзья. Потому что зачастую я обращал внимание на то, что, например, все мои идеи, связанные, например, с предпринимательской деятельностью, мои друзья очень сильно критиковали и часто говорили о том, что у тебя ничего не получится, ничего не выйдет. И тем не менее... Спасибо. Я обратил внимание, что молодой человек говорил так. Я был в браке, запятая, работал в компании. То есть вот это ощущение неволи распространялось не только на работу, но и на семью. А вот, пожалуйста, еще одна беременная. Хотела переехать от родителей в другой город, устроиться на работу, начать самостоятельную жизнь. Помните, я говорю, вторая часть. Как у вас получилось или почему у вас не получилось? За месяц до переезда встретила мужчину, забеременела, теперь замужем. Воспитываю двойню. Алла из Краснодара. Алла, это прекрасно. Давайте я вам Наталью подброшу. 32 года. Кидайте Наталью. Из Ватсапа, из Германии. Ну, помимо того, Михаил, что вы герой Натальи, Наталья так и пишет, вопрос такой, я развожусь, начинаю новую жизнь. Есть ребенок от брака, ему 5 лет. Парень также есть, но я боюсь начинать с ним новую жизнь. Кажется, что он к этому не готов. Ему 40, он не был женат, детей нет. Меня любит, но свободу свою, по-моему, менять не хочет. Как быть, я его люблю, но страх присутствует. Можно я расскажу, как это было на лекции в Москве? Это было года два назад. Я их уже не помню. С левой стороны такой зал большой, правительство Москвы. Почти на тысячи мест. С левой стороны встает парень и говорит, Михаил, вы все про счастье, а мы же умрем скоро. Я говорю, вот Мария Женнезусь выучила эту историю. Я говорю, а сколько тебе лет? Он говорит, мне скоро 20. Я говорю, я еще поживу, а ты смотри. Он садится, встает женщина с правой стороны зала и говорит, я недавно развелась сына 5 лет. Сейчас новый мужчина делает мне предложение, но я боюсь, что сейчас опять все кончатся разводом. Что мне делать? Я говорю, женщина, спокойно выходите замуж. Почему? Потому что в конце вы умрете. Что так бояться-то, если вы в конце умрете? Я надеюсь, наша слушательница из Германии меня услышала. Добрый вечер. Ой-ой-ой, 730, стоя один. Я всю жизнь, мне 46, работала бухгалтером. Меня уволили полгода назад. Незадолго до увольнения начала всерьез задумываться о смене деятельности. Чем бы заняться вообще, что люблю. И вот я получила шанс в виде пинка под названием увольнение. А так бы я, наверное, не решилась. Вкус у меня хороший и талант я продолжаю развивать. Но пока в материальном плане это никак не отражается. Муж работает один, меня во всем поддерживает. У меня есть сын. Но есть чувство тревоги за то, что я пока не зарабатываю. Как от этого избавиться? И перестать чувствовать себя виноватой за то, что нагрузка легла на плечи му. Ну, если не шутить, а серьезно отвечать, то от тревоги избавляет конкретика. Например, вы говорите, у нас сегодня 14 января, я правильно понимаю? Абсолютно точно. Например, до 1 мая, если я не зарабатываю, я думаю над другой работой. Ну, я сейчас условно говорю, вы можете себе там 1 мая 2030 года наметить. Но вы себе ставите сроки, вы знаете, что вы будете делать, если у вас не получится. То есть не в смысле, вот, час икс наступил, я сижу у разбитого корыта и рыдаю. Вы сегодня уже знаете, что вы будете делать. И тогда вас отпускает чувство тревоги, вы спокойно работаете, может быть, даже дальше и не зарабатывая. А дай бог и зарабатывая. Как изменить свою жизнь, что-то новое. И тут же идут, и тут же все очень много говорят, как у вас в сегодняшнем профиле, так и вообще по жизни о разводах. О том, что люди друг друга бросают или уходят и так далее. Вот скажите, пожалуйста, вот этот ритм жизни, вот это все новое, желание стремиться к чему-то новому, бежать куда-то. Вот эти новые телефоны, вот новые телевизоры, если хочется быстро получить, вот этот ритм жизни. Это вот точно, это из-за них зло, так? Да, вот. Так стоит ли стремиться к чему-то новому или постараться беречь что-то из жизни, не обязательно это телефон. Перефразирую. Я понял. Стоит ли пользоваться Nokia всю жизнь или все-таки можно пожелать iPhone? Хочешь верного друга, смотри, если у него iPhone 5, это шанс на золотую свадьбу. А если десятый с тремя камерами, кинуть может через полгода. Если говорить серьезно. У наших людей в голове образовалась каша, и они в этой каше не виноваты. Мне придется объяснить нашему Александру, да, по-моему, слушателю и другим, почему так происходит. Дело не в новом iPhone и не в новой модели Smart TV. Вот вам какой нравится? Мне обычно Samsung. Почему-то больше, чем японский. Вы не поверите, мне даже Huawei нравится. Есть одна модель. Говорят, телефона даже покруче, чем мой iPhone. Она модель Huawei, которой я неравнодушна. Да, Huawei, несите рекламу, мы сейчас заканчиваем. Это вы сами начали. Да. Значит, смотрите, какая история. Брак изначально исторический. Это религиозно-государственный институт, который не имеет никакого отношения ни к чувствам, ни к любви, ни к привязанности, ни к чему. Это такая религиозная, религия, часть, так сказать, государственной системы, машина. Смысл брака, а брак моногамный, вот где один мужчина и один женщина, это, так сказать, следствие аврамических религий. Ну, там женщина бывает не одна и тоже есть этому объяснение. Мужчина всегда, как правило, один. Так вот, брак это история о том, что когда вам наступает какое-то количество лет, то вы по социальным нормам должны иметь семью. Вы должны найти себе жену, она должна рожать вам детей, вы должны вести хозяйство, воспитывать детей, увеличивать общину и так далее. Носить своей семьей, семьей вклад в жизнь именно общины, социума. Кстати, Россия до некоторых пор тоже была общинная страна, тогда, когда 90% людей жили в сельской местности. Там нельзя было, как вот сейчас в городе Москве, жить как хочешь. Жить будешь так, как деревня одобряет. Ну, так вот, и так было всегда, и так было во всем мире. И сейчас в половине мира брак к чувствам отношения не имеет, и браки достаточно крепкие. Не потому, что у них нет айфона, а потому, что у них совершенно другие ожидания от брака. Там нет эмоций, там нет истории о том, что я полюбил эту девчонку, и я был счастлив, и мы первые три года не вылезали из постели, и я вообще не мог без нее есть. А вот потом как-то чувства стали угасать, секс стал реже. А потом я на работе встретил Мэри Петровну, и как-то все пошло-поехало. Дело в том, что брак изначально, это история о том, что просто этот человек из такой семьи, из такого рода, как у нас сейчас принято говорить в России, тейпа. И как бы есть смысл с ними породниться, завязать отношения и так далее. Вот что такое брак. Никакого отношения люблю, не люблю, сейчас люблю, завтра не люблю, любил разочарование, ожидание неоправданное. Такого вообще близко никогда не было. Первое упоминание, Мари, о попытке завязать отношения на чувствах, как называется? Ну-ка. Первое упоминание? В мировой литературе. Ну, неужели это была не Библия? Это была Ромева и Джульетта, и это не сигары. То есть, вы допускаете, что у Евы с Адамом было не по любви, откушенное небо. У них было просто без вариантов, их просто никого рядом не было больше. Так вот, Ромео и Джульетта, это интересное описание первой в мировой литературе истории о том, как люди решили пренебречь вот этими социальными нормами правильного брака и сойтись по любви. И чем кончилось? Правильно, все умерли. Потому что только в Средневековье, впервые в мире, началась история, когда люди стали испытывать какие-то другую чувства. Но согласитесь, что дальше пошло все как-то получше. Похуже. С точки зрения сохранности брака, брак переживает не просто кризис. Вот вы покупаете швейную машинку. Вы стали бы покупать машинку, в которой на 100 машинок 54 из них сломаны. Вообще, туфли, автомобили, телевизоры, где на 100 предметов 54 не работают. А брак именно в такой статистике живет. На 100 браков 54 развода, я говорю о России, Европе и США. То есть, понятно, что как продукт он не выдерживает никакой критики. Более того, мы говорим о 46%, которые без развода, но мы не говорим, что они счастливы. Мы вообще не знаем, как они живут. Кто там изменяет, кто кого избивает и так далее. Они просто, может быть, не разводятся. У меня очень редко бывают истории, когда я принимаю жителей Кавказа или мусульман. И мне всегда с ними интересно работать, потому что они говорят очень интересно. Но это не всех касается мусульмана, не всего Кавказа. Но не переходя, так сказать, на конкретные регионы, это выглядит так. Нет, но я его не уважаю, мужа, жена. Я говорю, а вы когда замуж уходили, вы его любили? Говорит, Михаил, вы вообще меня не слушаете. Что с любили? Я вам объясняю. Нас познакомили родители. Он мне вначале приглянулся, такой открытый парень. Но когда мы стали жить вместе, я понимаю, что он не самостоятельный. Он не принимает решения, он просит у всех деньги. Я его не уважаю. Говорю, а вы его любите? Михаил, он меня вообще не слышит, что ли? То есть человек жестко избегает про любовь вообще разговаривать. Или был один парень у меня, который сказал, что у нас в языке слово «я тебя люблю» означает примерно то же самое, что вы, как работодатель, ищите вакансию на должность. То есть ты мне нужна. Не в смысле, а без тебя дышать не могу, а в смысле, а кто будет стирать мои трусы, готовить и воспитывать наших детей. Вот это означает, я тебя люблю. Типа мне нужно, чтобы ты была со мной, потому что мне это нужно. Как кто? Индезит. Если мы бренды сегодня. То есть практически какие-то вещи. И таких людей на самом деле много. У них нет этой истории, о которой мы сейчас слышали по хенд-фри. Что, мол, сейчас темпы такие, телефоны такие и браки такие. Ну, понимаете, Михаил, наши слушатели, они по любви, судя по тому, что пишут. Это простая ситуация, да? Например, кто-то там с кем-то знакомится, у них какие-то отношения завязываются. Они женятся, проходит какое-то время, им это надоедает. Но в том браке, в котором был всю жизнь, в мире, да? Они его выбирают, они не хотят говорить о том, что они любят, не любят. Они вообще не для этого его выбрали. Поэтому они очень нормально живут, потому что у них нет никаких ожиданий. Они вообще не трактуют это так, что где мои чувства, куда они пропали. Какие нафиг чувства? Просто вы живете вместе, хвосту характеров. То есть люди ценили совершенно другие вещи. Но, к сожалению или счастье, это в прошлом. Сейчас одна любовь. Иностранец. Сейчас мне делать иностранец предложение, и я рассматриваю вариант выйти за него замуж, но опять боюсь остаться у разбитого корыта. Помогите. Ну, я, конечно, готов помочь. Но вот вы сейчас слышали рассказ человека, который выходит замуж, ну, чтобы не работать, говоря по-русски. Все отношения между мужчинами и женщинами делятся на три категории. Взрослый-взрослый, ребенок-ребенок и взрослый-ребенок. Взрослый-взрослый, это когда два взрослых ответственного человека создают семью, работают при этом оба. Ребенок-ребенок, когда два безответственного человека создают семью, и оба не работают, курят бамбук и бегают среди травы, свинками на голове. А где пасутся дети, никому не интересно. Обычно у бабушки с дедушкой, а они типа вечные студенты, любители травы, да и вообще ничего не делают. И, наконец, мы сталкиваемся с последним вариантом взрослый-ребенок. Женщина ненавидит, когда взрослые они, а ребенок их муж, хотя такие пары тоже вам известны с инфантичным мужем. Больше всего вот таких историй. Типа мужик, лучше папик какой-нибудь, он и старше, он и денег у него побольше, а женщина, она как бы вот при нем. Почему? Не хочет работать. И по этой причине ее вполне устраивают такие отношения. Это инфантилизм, конечно. Если вы писали, я никогда не работала, я не знаю, как быть, это было бы полбеды. Но вы пишите, что я еще и не хочу работать. А мне вопрос, вот то я не знаю, как так. Ну а что же делать-то? Ну не работать, дело же не в работе. Дело в том, что человек, ну хоть чем-то же должен быть занят. 37 лет, да, нашей героине? Ну а что, вот как жить 37 лет? Вот что делать, а? Вытирать стаканы, протирать тарелки, мыть пол, убирать пыль, ходить в фитнес-клуб, в магазин, ну очень странная, конечно, жизнь. Я вам чем могу помочь? Чтобы вы переосмыслили свою жизнь. Иностранцы устроены по-разному. Если ваш иностранец, конечно, олигарх, иностранный, то, конечно, вы можете не работать и дальше. Но если он европейский трудяга, они вам пашут все. У них достаточно жесткая жизнь. И в основном все люди живут от зарплаты от зарплаты и в Европе, и в Америке. И все работают. А уж так, как работает в США или в Германии, это нам вообще не снилось. Так вот, то он тоже захочет, чтобы вы работали. Он скажет, я не понял, а почему я один здесь работаю, а ты ни хрена не делаешь. Поэтому, я даже не для того, чтобы вы вынуждены были пойти на работу, чтобы удовольствие получили не от работы, а от самореализации, но за деньги. То есть, не в смысле, вот я тут картины люблю писать или ландшафтным дизайном заниматься, а у меня заказчики есть, я это продаю. Когда вы до этого дойдете, вы будете счастливым человеком, и, может быть, даже не захотите за иностранца замуж выходить. Субтитры создавал DimaTorzok